И Путин после экстренного бегства армии из-под Бахмута экстренно собрал Совет Безопасности, то есть два истребителя и два вертолета, они признают, что сбиты, кем сбиты они не уточняют. И армия убежала, поэтому ведь шухер поднялся очень серьезный, не детский шухер. Так что нам нужно напомнить о себе, а то они про нас забыли, я думаю, пора их хлопочить, начинать по полной программе. Да, завтра поговорим об этом, там завтра будет больше информации, я вас уверяю, ну, как мне кажется. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что боевые самолеты и вертолеты в Брянской области сбила российская система ПВО, сбито два самолета, три вертолета, мы все это видели, но если кто-то не видел, посмотрите видео. То есть летит там, например, Ми-8 и вдруг он вспыхивает и камнем падает вниз. То есть его сбили ракетой ПВО. То есть вот Юрий Игнат утверждает, что это российская система ПВО сработала, но вы знаете, что-то у меня недоверие вешеное к этому. Знаете почему? Потому что из тех видео, которые выложены, до момента попадания ракет, не видно, саму ракету, не видно след, который она оставляет. То есть ракета, которая на наземных системах ПВО расположена, достаточно большая ракета, она взрывается очень весело. Она летит, оставляя достаточно характерный след, помните, там бук запускали, белый след. Если смотреть сверху, то он черный и так далее. То есть в зависимости от угла зрения, белый или черный след оставляет достаточно серьезный. Там никаких следов нет. Какие ракеты не оставлять? Ну, минимальные следы оставляет. То есть те, которые либо с переносного зенитно-ракетного комплекса отработаны, либо это всякие там сандвиндеры, да, там всякие воздух-воздух ракеты. Ну, их миллион модификаций, просто бесконечное количество. И что-то мне бы отсказывать, что это могли быть ракеты воздух-воздух, которые взбили вот эти. Путинцы вообще помалкивают, они не говорят о том, что произошло, да. Украинцы рассказывают, что это российская система ПВО. Я вполне допускаю, что так и есть. Вполне допускаю, что это российская система ПВО. Но вторую версию я бы выдвинул такую, что вероятно, очень большая вероятность, что эти самолеты и вертолеты сбиты с дронов. Вы помните осенью прошлой, когда турки делали свой этот Акинши, второй Байрактар, они заявили, что он будет носить на себе ракеты воздух-воздух. То есть, для того, чтобы сбивать самолеты, вертолеты и другие дроны. И, соответственно, эти ракеты у турок были готовы. Они, конечно, полная калька с американских ракет, но достаточно эффективные. Хотя, вы понимаете, что это ракеты конца 50-х, начала 60-х годов, 20-го столетия. Но они очень эффективные. И я вполне допускаю, что подобные ракеты как раз с дронов избили два самолета и три вертолета. А так как, в общем-то, ну, вот представьте, произошло такое боевое применение. Ну, зачем хвалиться? Можно покурить, сказать, это они своим ПВО сбили. Внести такую сумятицу и потом еще раз так же хорошо нахлобучить. Ну, потому что реально хорошо, два самолета, три вертолета, куча народу, самолет Су-34, Су-35. Так что, все очень здорово. Я не знаю, как, но хотел бы знать. То ли это российское ПВО, то ли это с дронов украинцы шарахнули. Мне просто интересно, любопытно, да, но что в любом случае результат в пользу Украины очень серьезный, я уверен, что это так. И вот, вы знаете, еще мою версию косвенно подтверждает нервяк, который случился в Белоруссии. Даже показали там Лукашенко во время посещения центрального командного пункта ВВС и ПВО. Да, он там рассказывал, что сейчас настораживающий фактор есть, что 13 мая сбиты два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Ну, четыре воздушных судна, Лукашенко утверждает, что четыре или пять, как украинская сторона утверждает, мы не знаем. На видео действительно четыре воздушных судна, но я вполне могу сказать, что было сбито пять и украинская сторона лучше знает. Но Лукашенко нервничает, если бы ПВО России сшибло, чего ему нервничать? Ну, какие-то сумасшедшие сбили своих, да, дружественный огонь. А здесь почему он так и начал нервничать? Значит, они понимают, что было боевое применение чего-то такого, о чем они пока еще не догадываются. Ага, свой, а свой чужой. Ну, да, ну, они, может быть, имеют в виду, что какие-то сбили с земли там стрелой-2М или там иглами и прочее, прочее. Да, то есть, который, похер, там свой, чужой и что хочешь. Великобритания передаст Украине сотни беспилотников с радиусом действия более 200 километров. Ну, вы помните, несколько дней назад подоляк Михаил, да, заявил, что Украина хочет от Запада 3000 беспилотников. И вот это главное, да, что я ждал, когда же скажут, дрон – ключевой элемент войны, заявил подоляк. Они люди опытные, да, уже год с лишним воюют с Путиным и знают, что к чему. Еще раз, дрон – ключевой элемент войны. Теперь хочу, чтобы тот человек, который меня называл фантазером, когда незадолго до войны в Карабахе, я сказал, что это дрон будет ключевой элемент войны. Помните? Это цитата была. Вот я хочу, чтобы тот человек, который фантазером меня называл, откликнулся и извинился. Потому что, ну, да, я, конечно, фантазер, но все фантазии сбываются. Кремль запретил увольняться высоко поставленным чиновникам. Да, вот тут, видите, такая информация везде идет. Ну, я уверен, что так и есть, что им сказали все, ребята. Главный чекист Белоруссии тоже вдруг встрепенулся. Какой-то Иван Тертель заявил, что ожидает в ближайшее время попытки дестабилизации ситуации в стране. Что-то они сильно занервничали. Лукашенко не явился на официальную церемонию честного государственного флага 11 мая, да. Не все прям очень сильно забеспокоились. Но я вам честно скажу, я не думаю, что Лукашенко настолько сильно болен, насколько он демонстрирован. Хотя вот то, что он прибыл туда в штаб ВВС и ПВО, говорит о том, что они реально пытаются показать, что у него все в порядке. А если они пытаются показать, что у него все в порядке, значит, у него все херово. Понимаете? То есть, если раньше были сомнения по поводу того, что он болен, то теперь его всячески пытаются показать. Значит, он точно болен. Субтитры создавал DimaTorzok